Здесь уже зажигают, правда пока только гирлянды. К новогодней ночи в ресторане Одессы подготовили специальное меню. В этот раз все блюда будут из рыбы и мяса, ведь ни один петух в празднике пострадать не должен. Символ наступающего года все-таки. Присутствует очень интересная концепция, в принципе, нового года и вообще это очень сильно развито. Это похмельное меню. То есть для тех, кто хорошо отметит новогоднюю ночь, они могут прийти к нам с 1 по 10 число и отведать наши бульоны из домашнего мяса, домашней птицы. У нас елка в домашних традициях, пряники, ручную работу, производство нашего шеф-поль. В гости к нам придут в основном семьи. Украшение – это основное занятие накануне праздника. Елочку в одном из саратовских магазинов Мария Лопухина наряжает в самые ценные экспонаты из своей новогодней коллекции, которую она стала собирать два года назад. Сейчас у нее 500 старинных игрушек. Это лимитированная серия. Это был выпуск картонных игрушек, специально созданных к открытию ВДНХ. То есть первые сельскохозяйственные выставки у нас. Были выпущены вот такие игрушки. У меня не часть набора, вообще это целый набор, называется он «Скотный двор». Оценочная стоимость на сегодняшний день порядка 30 тысяч. Сейчас здесь шьют наряд снежинки. Костюмы для Снегурочек и Дедов Морозов уже готовы. Этот отправится в Петровск. На театрально-производственном комбинате праздник, что называется, делают своими руками. Конечно, ко мне приходил Дед Мороз, когда я был маленький. Но вот те ассоциации, которые у меня возникают сейчас, это дружба. Я помню в своем детстве новогодний праздник всегда был массовым. То есть соседи, друзья, все собирались за одним столом, все собирались в одном дворе, все наряжали общую елку. В этом году на театрально-производственном комбинате изготовили всего лишь несколько шуб для главных героев новогодней ночи. Это на порядок меньше, чем в 2015-м. Похоже, в кризис большинство Дедов Морозов решили сэкономить на новых нарядах. Надежда Новикова, Александр Кравченко, Игорь Шишилин. Новости, Телеобъектив.